Проект «Верба-арт. Искусство и жизнь». Вначале немного важных цифр. За 2020-2021 годы на рынке современного искусства 363 лота были проданы за суммы более 1 миллиона долларов. Самыми востребованными у покупателей остаются работы на холсте. Они принесли за год более 2 миллиардов долларов или 73% от общего оборота современного искусства. Из 363 лотов, перешагнувших семизначный ценовой барьер, в рассматриваемый период 82% можно отнести к живописи, 6% к графике, 6% к скульптуре и только 2% к сегменту NFT-токенов. Главным двигателем современного искусства остаются азиатские коллекционеры. Аукционные продажи «Контемпорари-арт» в Азии составили 40% от общемирового годового оборота сегмента, что составляет 1 миллиард долларов. Почему мы приводим эти цифры? В современном мире арт является отдельной индустрией с высокими оборотами и Российская школа живописи имеет хорошие традиции, она востребована и по-прежнему актуальна во всем мире. Однако доля российского рынка в общемировом объеме стремится к абсолютному нулю. Потенциал российского арт-рынка не раскрыт и у него огромные возможности. О нашем международном проекте «Верба-арт. Топ русских художников». Мы открыли проект «Верба-арт» 8 лет назад, когда увидели высокий спрос на работы российских авторов на арт-рынках Азии и США. Искусство, кроме финансовой составляющей, имеет огромное значение для отношений между народами. Мы рассматриваем наш проект как проект народной дипломатии, позволяющий укреплять международные связи, в том числе и с Китайской народной республикой, являющейся сейчас одним из лидеров арт-рынка. До начала пандемии наилучшим форматом установления контактов были различные выставки и международные мероприятия, в которых мы также принимали участие. Однако за последние годы жизнь внесла существенные корректировки в методы ведения работы. Пандемия нанесла огромный ущерб выставочной деятельности. Во всем мире закрылось большое количество галерей и выставок современного искусства, и нам пришлось разрабатывать иные средства коммуникации, в частности, мультимедийные выставки. Мультимедийные выставки позволяют показать работы художников, не выезжая из страны. При этом охват аудитории мультимедийной выставки превосходит традиционную офлайн-выставку в сотни раз. К примеру, наши базы рассылки включают в себя десятки тысяч крупнейших международных галерей. Мультимедиа-выставка позволяет показать современное искусство большому количеству заинтересованных лиц. Наша основная задача – это продвижение российских художников. Но мы открыты к взаимным международным проектам и приглашаем к проведению мультимедиа-выставок художников из различных стран. Наши выставки имеют очень большой охват. По России наши базы рассылки содержат более десяти тысяч адресов художников, галерей и коллекционеров. Участвуя в международных мероприятиях по арт-бизнесу, мы поняли, что особую важность имеют, как неудивительно в эпоху интернет, печатные журналы и книги. Они позволяют коллекционеру и покупателю более детально ознакомиться с работами художника. И книги хранятся десятками лет. Это инвестиции в будущие продажи. Наши журналы «Искусство и жизнь» «Art&Life», которые мы издаем уже несколько лет, можно заказать на нашем сайте или через крупнейший маркетплейс «Озон», насчитывающий более 28 миллионов покупателей. В 2022 году мы начали издавать энциклопедии современного искусства «Кто есть кто» на арт-рынке. Это уникальные издания, которые позволяют получить подробную информацию о художнике, влияющую на аукционные продажи. Купить энциклопедию можно как на нашем сайте, так и на «Озон». Мы заинтересованы в еще большем расширении международных связей и контактов и приглашаем к сотрудничеству галереи Китая, стран Азии для проведения совместных работ. Изобразительное искусство – это не только про бизнес. Через искусство можно понять душу народа. Верба-арт Приглашаем международные галереи художников из различных стран, заинтересованные организации к участию в наших проектах, мультимедийных выставках Верба-арт, журналах «Арт энд лайф», энциклопедии «Кто есть кто» на арт-рынке. Субтитры создавал DimaTorzok